С обсуждения санитарного состояния города началось планерное совещание. Руководители всех служб и управлений курорта должны вести постоянный мониторинг не только чистоты территории, но и качества оказания услуг в средствах размещения и объектах торговли. В разгар летнего сезона, в связи с проведением в Сочи разных событийных мероприятий, на которые съезжаются гости со всего мира, акцент необходимо ставить на профилактику возникновения заболеваний, разносчиками которых являются насекомые. И сейчас важно вовремя и тщательно проводить обработку помещений от личинок комара. Вообще, согласно закону, обследовать и очищать подвалы придомовой территории необходимо четыре раза в год. К жителям города большая просьба, если есть факты обнаружения комаров в жилой застройке, в жилых домах, недобросовестная работа управляющих компаний, обращайтесь письменно в Роспотребнадзор. По всем обращениям будут обязательно приняты миры. Непосредственной обработкой Роспотребнадзор не занимается. Это обязанность организации по дезинфекции. Их в Сочи-5. Обращаться можно в любую. Причем заключать договор с Роспотребнадзором и вызывать специалистов – обязанность хозяйствующих субъектов. Но зачастую эта работа не выполняется. К примеру, благоприятные условия для комара создают гаражно-строительные кооперативы и котельные. Анатолий Пахомов дал распоряжение главам районов взять этот вопрос под контроль. Пусть проверяют и спрашивают с них. Это дело глав районов. В следующий раз я с вас спрошу за таких управляющих компаний. Если эти управляющие компании не знают, чем заниматься, значит, первое, их надо наказывать. К сожалению, пока жители этого сами не понимают. И поэтому нужно заниматься каждым двором отдельно. Потребуйте от них буквально обследование, в том числе ливневки, канализации. Посмотрите подъезды. Помимо состояния жилых помещений, в каждом районе необходимо не забывать о благоустройстве улиц, парков и скверов, отметил градоначальник. Многие территории не оборудованы ливневками. В результате после непогоды красивые места отдыха обретают неприглядный вид. Этот вопрос должен быть решен в ближайшее время. Тема, над которой необходимо начать работу уже сейчас, это подготовка к проведению единого дня голосования 10 сентября. В этом году выборы депутатов Законодательного собрания Края пройдут по обновленному избирательному законодательству. Это и система автоматизированного составления и ускоренного года протоколов об итогах голосования, отмена крепительных удостоверений и упразднение досрочного голосования, предоставление возможности проголосовать по месту фактического нахождения. Существенно изменен и крайний закон. Так, количество депутатов сокращено со 100 до 70. Особенностью избирательной кампании в этом году станет технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования. Будет использоваться машиночитаемый код, ускоренный ввод и проверка правильности данных протоколов. Поэтому в ближайшее время обучение пройдут около 800 членов избирательных комиссий и начнется оснащение участков необходимым техническим оборудованием. Кстати, эти нововведения, возможно, будут применены и на выборах президента России в 2018 году.